Сегодня если мы пораньше домой пойдем, скорее все так и будет. Приходи к нам в гости, чайку попьем. Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня аджарские хачапури с колбаской готовила я сама по маминому рецепту. Встала сегодня утром и такая мастерица начала все это делать. Приготовила себе кофеек, приготовила себе чаек. Вы же знаете, я тот еще верблюд. И давайте приступим. Вчера у нас был День Победы, из-за этого я не снимала видео. Я просто решила этот день отдохнуть, хотели пойти погулять. Точнее я хотела пойти погулять. Сказала парню, он говорит, что везде дороги закрыты, он не сможет заехать за мной. Потому что был парад, очень много людей. Я предложила поехать на автобусе. На метро в конце концов. Ну не знаю, все меня прям отговаривали. Поэтому отмечали просто дома. Я взяла у парня его форму военную. И планировала в этой военной форме снимать для вас видео для ТикТока. Очень крутая у меня была задумка. Месяц назад взяла у него форму. Придумала идею. И вы прикиньте, до сих пор я эту идею не воплотила в жизнь. Я почему-то думала, что День Победы будет 10 числа. А оказалось нет. Уже вчера все отметили. И вроде как все разошлись. Отмечали вчера, 8 числа. Даже мама, домосед, мне говорит, пошли бы погуляли. Честно, я с этим бумажным каналом в последнее время ни с кем не общаюсь. Не выхожу из дома. Целый день я рисую. Не могу сказать, что я себя заставляю. Это мне безумно в кайф. И знаете, безумно мотивирует то, что как ты кидаешь видео, сразу твое видео набирает просмотры. Люди смотрят. Показатели высокие. Мне YouTube отправляет письмо, что продолжайте в том же духе. У вас очень хорошо развивается канал. И это заставляет меня еще больше работать. Я вечером, например, лежу и думаю, блин, надо сделать такую коллекцию. Надо сделать такую. Хочу сделать коллекцию мукбанг. В общем, много идей. Я лежу, начинаю что-то придумывать. И все, пошло-поехало. Вчера, например, заснула в 3 часа ночи. Я просто горю этим. Грейпфрут у нас здесь. Сегодня, наверное, еще к жоли пойду. Посидим. Поболтаем. В общем, ни с кем не общаюсь. Сижу постоянно дома. Рисую эти бумажные сюрпризы. Но я не жалуюсь. Ни в коем случае мне все в кайф. Я кайфую от того, как люди на меня подписываются, как пишут хорошие комментарии. Вот честно, на моем втором канале вообще нет негатива. Ни одного негативного комментария я не видела. Ну, кроме тех, что я типа занимаюсь ерундой, возвращаюсь на канал мукбангов. Ну, это пишут мои зрители с основного канала. Ну, а так, я смотрю источники трафика. То есть, откуда люди приходят и смотрят мои видео. Я понимаю, что люди переходят с других бумажных каналов, потом подписываются. И честно, мне очень-очень приятно. Бабушка тоже поехала к тете. Мы с мамочкой вдвоем сегодня затеяли уборку. Моем стекла, окна. Такую генеральную уборку. И вы знаете, у нас такая проблема. У нас окна грязные изнутри. То есть, их нужно разобрать два стекла вплотную вот так вот. И между ними грязь. Как вычищать эту грязь, непонятно никому. У нас еще высокий этаж. Я все маме говорю. Я сама. Всегда я стараюсь сама окна мыть, потому что мне жалко маму. Мама у нас такая пухленькая. Я думаю, ей сложнее будет. Не знаю, как у вас. У меня лично, сколько бы мне лет не было, я уверена, что дороже мамы в жизни человека никогда не будет. Я думаю, что это очень вкусно. поэтому я стараюсь во всем помогать маме вот кто-то говорит айка лентяйка не знаю мама готовит айка ест и так далее вы знаете готовить у мамы получается лучше чем у меня я делаю дома то что у меня лучше получается я работаю какие-то моменты домашних дел тоже могу сделать я например стекла всегда мою я занавески которые постираны всегда вешаю я я не могу сказать что я маму прям запрягаю но просто мама видит что я сижу где-то 8 часов работаю над бумажными сюрпризами честно вот проще снимать мукбанки намного проще но мне просто нравится это сел поел обсудил какую-то тему видео получилось вы это смотрите я понимаю что это проще чем сидеть например 10 часов делать эти бумажные сюрпризы видео тоже набирают пока что там по 10 тысяч это слава богу потому что на канале 9000 подписчиков а видео набирают 10-12 конечно супер есть вообще канала миллионники смотришь миллион подписчиков на видео по 10 тысяч просмотров так что в этом плане меня все устраивает просто если вы думаете что я ищу какие-то легкие способы набора подписчиков нет это наоборот даже сложнее у меня уже на втором канале уже есть монетизация то есть мне ее дали сразу очень быстро прям очень быстро наверно за несколько дней конечно этот канал не сравнится с моим основным пока что какой хачапури обалденно вот такой кусочек остался это просто очень вкусно рецепт я обязательно оставлю вам в инфобоксе обязательно переходите готовьте и отвечу на вопрос точнее на просто ответ истории моей подписчицы вот каждый раз ты говоришь айка что ходишь на лазерную эпиляцию но видела в историях что у тебя до сих пор есть волосы на руках почему так и зачем ходить на лазерную эпиляцию если все равно результата нет во первых результат он конечно же есть если его бы не было я бы не ходил на эту процедуру не платила бы столько денег каждый раз просто лазер так влияет на пышковые волосы они становятся еще жестче чем были изначально а жесткие волосы пропадают на совсем здесь у меня были пышковые волосы и они стали жестче то есть меня были еле заметные такие желтенькие волосики но на солнце их видно и это некрасиво смотрелось а на ногах у меня была просто хитина когда мне было 12 13 лет я так стеснялась девочки я очень стеснялась своих ног лето жара я все равно ходила в колготках потому что если даже брить ноги была щетина выглядело ужасно я сама беленькая то есть у меня кожа белые и черные волосы ужас был просто взрыв потом я начала ходить на лазерную операцию и после где-то 3 сеанса у меня начали появляться волосы но вы знаете это были волосы пушковые очень мягенькие еле заметные тут там один волос а места где изначально были пушковые волосы волосы стали жестче понятное дело что лазер нужно делать не везде но когда у тебя идеально гладкие ноги ты например на пляже но на животе у тебя там мелкие волосы которые на солнышке их видно и они такие золотистые на солнышке незаметные появляется такой контраст то есть ноги идеальные и на животе там чуть-чуть волосики не очень сильно бросаются в глаза я начала делать и живот я начала делать и руки и вот эту часть сейчас я делаю везде просто везде его представьте была у меня щетина сейчас у меня просто такие же волосы как когда-то у меня были на животе то есть я вижу результат вы можете не видеть вы же меня не каждый раз видите не видите меня в жизни но мои знакомые которые видели мои ноги дом все записались на лазерную эпиляцию мне был ужасный комплекс по этому поводу главные комплексы моей жизни прыщи волосы на теле и все вроде бы худобара же было очень худенькая я избавилась от всех трех проблем особенно я рада что у меня больше нет прыщей мне конечно очень приятно вот что теперь у меня нету таких проблем вообще любые проблемы нужно стараться решать где пила раку там все меня отговаривали что не надо больше всего меня подтолкнул подтолкнула на раку там жали когда мы с ней познакомились мы посмотрел на ее лицом не было идеальное просто лицом ни одного прыщичка идеальная кожа я у нее спросила говорю что ты делаешь я не горит что долгое время у нее были огромные проблемы с кожей и она попила раку там и все прошло потом уже я поняла что этот препарат нужен мне причем срочно обязательно поэтому мне кажется если у вас есть какие-то комплексы но от реально явные комплексы с которыми вам очень тяжело жить в школе я всегда прятала свои руки я ненавидела май потому что надо будет уже ходить футболки а у меня руки волосатые и развивается комплекс неполноценности ты например смотришь на мальчика он тебе нравится и думаешь блин увидит он меня сблизи эти волосы на руках что я буду делать а еще у меня были кривые зубы я вообще букет комплексов носила брекеты сейчас не идеальные зубы но зато они на прямые конечно мне бы хотелось виниры но в любом случае так тоже смотрится более-менее эстетично учитывая что было до сейчас тоже вообще пушка на этом все я наелась спасибо что досмотрели это видео до конца не забывайте ставить лайки и подписываться всех люблю с вами была айка